В украшенном своими руками конверте лягушка. Она умеет прыгать. Также письмо с пожеланиями и вопросами. Чаще всего дети спрашивали о том, где и кто живет, что любит делать, а также передают приветы и наилучшие пожелания. Здесь автор в том числе переживает, что краба многие норовят поймать ради забавы, а это неправильно. Немало писем пришло дельфинам, а также енотам у них спрашивали, зачем они норовят все полоскать в воде. Это лишь часть корреспонденции. Авторы – воспитанники детских садов и школьники. Всего юные жители Анапы и Новороссийска написали около трех тысяч писем. Триста из них отобрали на местах, а два десятка отобрали для общероссийского финала. Очень трудно было выбрать, потому что все письма были детские, интересные. И выбирали мы, можно сказать, больше интуитивно, те, которые нас тронули. Тронули своей детской непосредственностью, своим отношением бережным к природе именно. Дети – это та благоприятная почва, на которой можно сеять семена действительно разумного, доброго отношения к природе. И только в том случае эта природа достанется нашим будущим потомкам в том виде, в котором мы видим ее сейчас. Юные авторы получили одинаковые награды, а вот среди педагогов выбрали лучших. Вместе с условиями конкурса они получили часть методики, что-то придумывали, опираясь на собственный опыт. Среди призеров – детский сад номер 40 из станицы Анапская. Там выбрали 10 животных, чтобы изучить их образ жизни. Рисовали, лепили аппликацию, много читали литературу. Детки так заинтересовались, потом, когда мы писали письма, очень интересно было видеть. Победители из Новороссийска в детском саду, принадлежащем железнодорожникам, сосредоточились на лебеди. Оказалось, что хлеб им есть вредно для здоровья. Одна из воспитанниц выяснила, что лебеди не мокнут, так как их перья смазаны жиром. Узнала сама, рассказала другим. Она рассказала все это детям, дети в восторге. Знаете, когда ты доносишь новую информацию, или когда дети тебе уже что-то интересное новое рассказывают, как бы тоже у них стоит поучиться. Теперь дети ждут ответов от обитателей леса и моря. С мыслями им помогут собраться сотрудники заповедника и волонтеры. По итогам конкурса издадут такую вот книгу, второй том. Велика вероятность, что в этот раз в нее войдут и утрижские истории. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.